здравствуйте в этом видео мы будем делать вот такое кольцо делается она достаточно легко смотрится красиво вам понадобится прозрачный бисер японский 10 номер декоративный бисер не обязательно такой вообще декоративный можно даже и не использовать я его использовала здесь вот по краям это не обязательно можно делать все на прозрачном бисере дальше для расшивки у меня цветок вот этот вот состоит из восьми элементов значит нам потребуется для расшивки 8 вот таких кристаллов для сердцевинки потребуется один крупный кристалл белый можно заменить любым другим темным например или какой-то бусиной иголка для бисера плетения ножницы зажигалка это кольцо я выплетала на нитке думала что будет она достаточно такой мягкая податливая но нет на пальце сидит очень достаточно устойчиво хорошо не гуляет не перекручивается ничего нитки можно заменить леской я к сожалению не знаю размер лески но она очень тоненькая у меня то есть ничего нигде не написано конечно я приобретала давно я не помню ее размеры то есть или леска или нитки нитку я взяла достаточно длинную не с ней не срезая нитку с катушки вот эту длину я взяла где-то приблизительно два метра то есть она осталась на катушке вот это будет где-то два метра дальше когда мы выплетим с вами цветок разошьем ставим внутри в центре кристалл я срежу нитку с катушки уже там сориентируйтесь потому как для воплетения вот этой основы много нитки не нужно я думаю что если вам двум если двух метров хватит то может быть приблизительно еще где-то метр надо будет снять у меня есть отдельное видео как делать основу этого цветка вы можете перейти по ссылке посмотреть как это делается сейчас мы будем вот присоединять к цветку вот это вот сердцевину кристалл когда я сняла видео решила что все таки лучше наверное я подробней покажу вот на такой величины то есть я сделала на крупных бусинах имитацию цветка такую вот модель то есть вот она закруглять специально не стала чтобы было понятней работать мы для введения вот этой вот бусины будем внутри вот с этими боковыми бисеринками то есть мы сейчас с вами переводим вот в эти боковые которые внутри в первую бисеринку нитку одеваем кристалл дальше заводим верхнюю бисеринку и возвращаем нашу нитку обратно в кристалл замыкая круг заводя нитку опять в эту первую бисерину видите мы снизу выходили теперь завели сверху замкнули теперь иголку стараемся насквозь две бисерины провести вниз теперь работать будем с нижней опять заводим кристалл очень конечно трудно изделия перевернем у нас эта бисеринка нижняя кажется наверху вводим в неё и и уводим дальше по плетению находится вот видите внутри сбоку я их выделила другим цветом взяла темные нитки чтобы было видно как работать на контрасте я сейчас переведу нитку к этим двум бусинам работать мы будем сначала с первой из этих двух то есть с верхней заводим в неё иголку берем бусину теперь на противоположной стороне чтобы было четное количество здесь и четное количество здесь мы заводим иголку также верхнюю боковую бусину то есть вот мы зашли сверху вниз здесь мы зашли снизу вверх заводим иголку обратно большую крупную бусину и сверху откуда мы и заходили замыкаем нашу как бы петельку и проходим насквозь вторую бисеринку то есть вот мы получи у нас вот получилось вот такая вот как бы восьмерка мы зафиксировали бусину стягивать не буду но при плетении конечно лучше это стянуть то есть вот я немножко подтяну так как мы прошли насквозь мы плетение наши переворачиваем и работать теперь будем вот это нижняя стала верхней у нас с этими другими бисеринками опять иголку заводим большую крупную бусину при стяжке это будет очень тяжело вывести иголку но нужно постараться снизу поддеваем иголку в бисеринку и таким образом мы сделали вот такое соединение теперь мы в плетение уводим нитку и уже вот здесь мы можем продолжать сейчас покажу как расшивать будем то есть мы набрали бисерину бусину бисерину чтобы у нас она легла вот так вот по диагонали вот так то есть если нитка выходит наверх мы также производим и расшивку ввели чтобы нитка также вышла наверх вот при расшивке нас ложится по диагонали из верхнего угла в нижний количество у нас элементов цветки обязательно должно быть четное то есть раз два три 4 раз два три 4 мы будем работать с боковыми друг напротив друга чтобы у нас вот так нитка шла мы опускаем иголку верхнюю бисеринку вводим одеваем вот у нас ведь что получается вот сбоку одеваем кристалл и теперь напротив вводим иголку верхнюю бисеринку опять этих двух боковых сбоку расправили подтянули теперь мы возвращаем нитку опять в кристалл из кристаллу выходим мы как бы вот сделали петельку и сверху заводим в эти две насквозь боковые бисеринки иголку чтобы она у нас вышла на другой стороне пройдя две бисерины то же самое мы сейчас проделаем на этой стороне мы заводим иголку в кристалл здесь уже конечно трудновато вот я вывел иголку из кристалла потому что сразу из кристалла попасть в бисерину достаточно трудно и теперь я вот под тену снизу иголку прихватив бисеринку все кристалл мы зафиксировали в цветочки вот такая сердцевинка у нас получилось теперь мы переводим иголку с ниткой вот сюда к боковым этим двум бисеринкам расшиваем это все дальше цветок кристаллами набираем на иголку одну бисерину кристалл бисерину так как нитка выходит наверх мы снизу заводим чтобы также выходила наверх чтобы кристалл ложился по диагонали опять одеваем бисеринку кристалл бисеринку кристалл лег расшиваем так до конца весь цветок ну вот я начала выплетать завершающий этап нашего кольца я проплела вот небольшое количество и оставлю дальше начну с другой стороны и сделаю соединение здесь это делать проще но если у вас длинная нитка здесь закончилась можете начинать и здесь закончить отталкиваться я стала от этих трех бисерин то есть сейчас я вторую нитку переведу на противоположную сторону где расположены три бисерины так вот веду по плетению так вот у меня здесь вот напротив чтобы располагалась это все поэтому нам и нужно было делать четное количество так вот я захожу в три бисерины и сейчас и теперь вот они эти три бисерины вот они раз два три нитка выходит сверху мы выводим нитку одеваем бисерину ходим в следующую во вторую из этих трех опять одеваем бисерину входим следующую в третью вот вошли набираем еще одну бисерин так мы будем идти через одну набирая по бисеринке набираем бисеринку входим уже в ту которую набрали набираем входим в верхнюю которую набрали и так продолжаем набрали вошли набрали вошли через одну так берем одну бисеринку входим во вторую набираем одну бисеринку ходим следующую в третью опять взяли одну бисеринку и входим ближайшую которая выступает который уже из двух мы набрали ввели набрали вошли опять набрали вошли в которая немножко видите выступает опять вот вошли в эту которая выступает так и будем гулять по двум выступающим вот у нас опять 1 выступает 2 набрали вошли набрали вошли опять набрали теперь идем сверху вниз набрали вошли делаем подтянули видите немного расслабла нитка вот делаем то количество которое необходим диаметр для вашего пальца я мерил размер вот где у нас расположена косточка чтобы сквозь него могла спокойно это самое толстое место на пальце чтобы могла спокойно вот так вот одеться кольцо при плетении с двух сторон у нас нитки выходят в разные стороны эта нитка идет наверх это обязательно присоединение это должна идти вниз чтобы у нас вот так вот произошла состыковка то есть вот эти бисеринки чтобы легли заняли вот эти пустоты очки выходят в разные стороны мы сейчас работаем только пока с одной мы заводим иголку в первую выступающую бисеринку теперь над противоположной стороне выступающую бисеринку снизу и выводим иголку выходя из плетения вот у нас получилось вот так вот мы по этим выступающим бисеринкам идем теперь мы это все дело стягиваем у нас произошло соединение этой же самой ниткой мы вернемся все подтянем и пройдем опять по этим выступающим вот этим бисеринкам заходим сюда следующую не очень удобно на руках сейчас подтянем все разболталась вот теперь в эту они находятся рядом друг с другом и последняя и у нас опять ниточка выходит с другой страны вот мы соединили теперь по плетению уводим нитку к кольцу чтобы нам сюда прийти и убрать нитку уже в самом кольце здесь убирать не будем иначе будет некомфортно вот диагонали идем так заводим три бисеринки вот уходим не хочет уходим сделаем здесь первый узелочек между двумя бисеринками где выходит ниточка делаем петельку завязываем первый узелочек делаем их три сделаем сейчас здесь и я наверное вот сюда уведу нет не уведу не идет туда когда уведу сюда здесь сделаю последний третий узелочек вот теперь обрежем ножницами нитку нашу оставим хвостик небольшой подожжем этот хвостик зажигалкой и спрячем в бисеринку то же самое делаем со второй ниткой здесь вот я сильно затянула когда шла по диагонали вот кольцо готово оделась спокойно смотрится красиво носите с удовольствием всего вам доброго и 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